Самая большая глупость, которую способен ляпнуть поэт, это сказать, что он может всё сам написать. Нет, он может дать только сгустки, где бродит серебряный свет, а всё прочее сделают голоса. Не какие-то там безымянные, а обычные Коли и Миши, очень даже конкретные, с документами и с паспортами. Они приходят с войны и заполняют книжки слабым, мужским мяуканью, визгливыми голосами. Мы лежали с тобой однажды в долгих сумерках на кровати, и я не мог отвести взгляда от долго гаснущего окна. На тебе было белое платье, обыкновенное, леньнее платье, и ты сказала, этот чёртов закат сводит тебя с ума. Но дело в том, что каждый имеет право на свою особую личную рану, о чём нас предупредили честно лет пятьдесят назад. Я, выживший русский солдат, не лягу с немцем Иваном. Я мёртвый немецкий солдат, но тоже не лягу с Иваном. Война проросла бы льём, все умерли и лежали. Жизнь проходит, война проходит, любовь проходит. В Нью-Йорке вижны цветут, а над Питером бродит гроза. Но всё, что осталось от нас, в том числе и от нас с тобой, огромная, медленно гаснущая оранжевая полоса. Ты хотела до нас докричать свою красную кровную рану. Я пытался тебе рассказать о своей деревянной вине, но никто не скажет нужного слова, как с тем дураком Иваном, а ведь он совсем надорвался на той войне. Так вот, я хочу сказать, когда мы смешаемся в прахе, тесней, чем когда-то при жизни, спасибо тебе за всё, за медленно меркнущий свет, за белое твоё платье, за летнее твоё платье, за бессмертное платье твоё. Пишет женщина с средних лет, сейчас живущая в США. Первого ребёнка я рожала в Сибири, второго в Нью-Йорке. Мальчик был крупный и толстый, 5 килограмм, но выглядел вылитым негритёнком. А девочку я родила в Кони Айленде, прямо на Пасху. У них там свои порядки. Они моют младенцев и шланга, как будто это не дети, а мясо или цыплятки. Выглядит это мерзко, скучно, тоскливо, страшно. Я бы, конечно, на них закричала, но тут появилась старая толстая негритянка. Взяла мою новорождённую дочку, завернула её в пелёнку и вдруг стала её целовать, будто она ей бабка. Старая негритянка, белого моего ребёнка. Мужчины любят меня, и я тоже любила их. У меня есть муж и работа, у меня есть дом в Пенсильване, но больше всего на свете. Я, конечно, любила двоих, девочку Ксюшу и мальчика Дарю. Хочется верить, что за это, когда я буду стоять одна у нерусской реки, отлично осознавая, что я умерла и просто устала, ко мне тоже, тоже придёт огромная негритянка, прижмёт меня к толстой груди и завернёт меня старую дуру, как маленькую, в одеяло. А я-то думал, всё, что останется от меня, быстротечная майская муть, светло-зелёная слава, но всё, что останется здесь, ваши глупые имена, которые я разбрасывал горстями налево-направо. Мать носила его с трудом, держала его в заперти, думала, вот же неугомонный, надо Иосифу всё рассказать, а он стучался в неё, будто в дверь, просился войти, а может, наоборот, боялся, просился не выпускать, а может, я не хочу быть ни мальчиком, ни девочкой, а хочу быть, допустим, белкой. Говорил он, то ли с собой, то ли с розовой пуповины, впрочем, вряд ли он видел, какого она там цвета, может, я хочу быть кроликом на целую половину, а может, я хочу быть столбом, ослепительно белого света, стоящего вверх, уходящего в небеса. А мать говорила Иосифу, я любила тебя, и поэтому пусть у него будут твои голубые глаза. Но что мы знаем о том, что ждёт нас ещё впереди? В этом смысле, мне очень нравится, как один сказал поэт, про другого поэта, будем считать ими река. Его стихи напоминают обращение Сталина к народу в первые дни войны. Братья и сёстры, одновременное царское слово, лукавое, и растерянность человека, да, потрясающее определение, сухое и жаркое лето, неизвестность, тревога, пышная зелень Москвы, свобода от гнёта, и никто не знает, будет ли через четыре года и чья победа. А стихи это и есть первые дни войны. Поэтому давайте соизмерять масштаб, чтоб потом не хныкать, и чтоб по углам не хихикать. Тоже давайте соизмерять масштаб, потому что всё, что ты сделал, не так. Лживый фильм, ужасную книгу, всё в слабоумных тапках, вернётся к тебе, назад, но женщина, между тем, напружинившись, как сиреневый куст, всё-таки выталкивает ребёнка и думает, Господи, как хорошо, наконец-то, можно лечь на живот. Итак, полежать чуть-чуть на сдувшемся животе, пока молоко не пришло, а ребёнок, пока ещё не настали последние дни войны, и нам есть ещё, кого выбирать, и есть, кого обнимать, чувствует свой упок и вытягивает из большого мешка судьбы самую кореглазую, блезорупую, как и мать. И последний. Это всё были руны. Руны — это камешки для гаданий. Последний руны называется «Савралу» — целостность руны солнца. Так вот для чего это лето стояло в горле, как кости вода, ни утешения, ни счастья не стало, а благодарность. Да. Ну вот и умер ещё один человек, любивший меня, и вроде бы сердце в крови, но выйдешь за хлебом из дома, а там длинноногие дети, и что им задело до нашей счастливой любви. И вдруг догадаешься ты, что жизнь вообще не про это, не про то, что кто-то умер, а кто-то нет, не про то, что кто-то жив, а кто-то скудеет, а про то, что всех заливает небесный свет, никого особенно не жалеет. Ибо вся наша жизнь — это только погоня за счастье, но счастья так много, что нам его не унести, выйдешь за хлебом, а жизнь пронеслась. Это лето, Настя, сердце моё разрывается на куски, мужчины уходят и женщины почему-то, а ты стоишь в коридоре и говоришь опять в нежную зелью летнего, раннего утра хорошо начинать жить, хорошо начинать умирать. Мать уходит, отец стареет, курит, в дверях сигарету, дети уходят, уходят на цепках стихи, а ты говоришь, стоя в дверях, это лето, лето, сердце моё разрывается на куски. Спасибо. 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 Спасибо.